Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж. А мы продолжаем. И сегодня мы поговорим на такую тему, как свечи зажигания. И именно 5 ошибок, которые большинство допускают при выборе свечей. Казалось бы, что такое свечи, будем так сказать, мелкая какая-то деталь в двигателе. Но от нее зависит очень много на то, как ваш двигатель будет хорошо работать, и как он будет эффективно работать, как будет мощность, отзывчивость и его ресурс. И свечей неимоверное количество, и как узнать, какие вам нужны для вашего автомобиля. И как всегда, я буду рассказывать все очень просто, простыми словами, потому что большинство блогеров начинают умными терминами, научными рассказывать. А для вас что главное? Получить ответ на свой вопрос, и чтобы вы знали, какие просто вам свечи нужно пойти и купить для вашего автомобиля. И 5 ошибок основных, которые люди допускают при выборе свечей. Какие же свечи выбрать? Можно, да, посмотреть по каталогам, какие свечи именно непосредственно нужны вашему автомобилю по его техническим данным. Но, будем так сказать, все равно вам нужно знать основные понятия для того при выборе свечей. И первое. Первая ошибка, которую многие допускают. Дешевые или дорогие свечи покупать. Часто меня спрашивают, какие свечи на каких езжу я, какие покупать, такие и такие. Я всегда, как я говорил неоднократно, отталкиваюсь при покупке любых запчастей, там масло и всего остального. Но, методом исключения, дешевое точно хорошим не будет. Соответственно, надо покупать, ну, я говорю там супер-супер дорогое, ну, по более адекватной цене, более, потому что дешевое точно хорошим не будет. Поэтому, не пожалейте денег на нормальные свечи, потому что вы купите плохие свечи, и потом еще будете 20 раз их менять, и в итоге вы намного больше потратите, если только будете себе морочить голову. Поэтому, не экономьте, покупайте нормальные, хорошие свечи. Ошибка номер два при выборе свечей. Очень часто тоже люди брать иридивые или обычные свечи. Здесь все очень просто. Если у вас современный автомобиль с высокой степенью жатия, там, 12, 13, то есть, большинство многих современных автомобилей производится с такой степенью жатия, для того, чтобы с маленького относительного объема поднять мощность. Или просто, если даже есть объем, чтобы просто мощность поднять. И для современных двигателей, или просто, если у вас, допустим, спортивная машина, или вы строите какой-то проект, если у вас высокая степень жатия, вам однозначно нужно иридивые свечи. Имеется в виду высокая степень жатия, это 12, 13 и выше. Если у вас же степень жатия, как у большинства машин, там, в районе 10, там, до 11, просто можете ставить обычные свечи и не заморачиваться. Дальше. Ошибка номер три. Это какие свечи выбрать по калильному числу. У всех производителей эти маркировки разные, но есть три основных типа. Это холодные свечи, средние и горячие. Как же определить, какие вам нужно? Вы непосредственно по своему производителю смотрите, какие маркировки к каким из этих трех типов относятся. А вот по этим типам, сейчас я объясню. Если у вас, грубо говоря, будем так определять. Первый момент. Если у вас машина, допустим, обычная самая, то есть вы сможете ставить средние свечи. Если у вас машина спортивная или, опять же, с высокой степенью жатия, вы ставите холодные. Или если у вас турбовый двигатель. И если у вас там какая-то вообще простая техника, то туда можно ставить горячие свечи. Дальше. По объемам. Если у вас двигатель от 1 литра до 1,6, вы ставите горячие свечи. Если у вас от 2 литров до 2,5, вы ставите средние свечи. Если у вас объем 3 литра и выше, вы ставите холодные свечи. Или если у вас турбовый двигатель. С чем это связано? Получается, горячая свеча, она сама прогревается. И если у вас большой объем, соответственно, сжимается топливно-воздушной смеси в цилиндре больше, или если у вас степень сжатия больше, свеча начинает сама раскаляться и воспламенять топливо произвольно, независимо от искры. И получается, для более мощных или более форсированных 2 телей с высокими степенями, с турбинами, с объемами, нужно ставить холодные, чтобы этого не происходило. Но что будет, если вы поставите холодные свечи на маленький объем, или на 2-ти, где небольшая степень сжатия? Они будут плохо прогреваться, и, соответственно, на них будет оседать нагар, а нагар ничего хорошего не даст для работы вашего двигателя, она будет плохо заводиться, и, соответственно, будет плохо работать, и из-за нагара будет плохая искра, поэтому нужно подбирать именно то, что касается вашего автомобиля. Ошибка номер 4. С одним изолятором или несколькими изоляторами пошла мода, все, о, несколько изоляторов надо ставить, это крутые свечи. Одно время это автопроизводители завода там выпускали немцы, экспериментировали, ставили такие свечи, но, как показала практика, они толком не работают, все равно в момент работы пробивает только искра на одну сторону, то есть, да, они могут быть немножко долговечнее, потому что, если одна засоряется на другую, но на них сложнее регулировать зазоры, и, как бы, нет в них смысла. Я еще даже считаю, что они только мешают распространению искры и пламени по камере сгорания и цилиндру, поэтому нужно использовать обычную свечу с одним изолятором. И ошибка номер 5. Многие начинают экспериментировать, там, сверлить изоляторы, там, опиливать, короче, колхозить, или покупать, там есть ряд экспериментальных каких-то свечей непонятных, поэтому не заморачивайтесь, берите самые обычные свечи, подбирайте их по колильному числу, которые соответствуют вашему двигателю, вашему объему, и все у вас будет хорошо работать, и все будет нормально. Я, допустим, сразу буду, я знаю вопрос, на каких свечах я езжу, я все время, допустим, именно, будем сейчас скажу, завазы, допустим, я езжу на свечах Bosch Platinum и на 16-клапаннике боевом, и на 8-клапаннике боевом, и на повседневном машине, то есть, но марка, это не важно, уже каждый выбирает себе, кому какой производитель больше нравится, насчет подделок, подделки во всех есть, надо просто брать у проверенных производителей, у проверенных поставщиков, то есть, продавцов. А кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, пишите в комментариях вопросы свои, или темы, которые хотите, чтобы я снял новые видео, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Всем спасибо за внимание, всем до свидания.